всем доброго дня сегодня будет короткое видео все вы часто спрашиваете про ремонт двигателя d4 h а и hb то есть это киа спорт с у нас все что пошло с десятого года это дизель 2 литра и 2 и 2 то есть x35 потом у нас опять же sorento и santa fe начиная там с десятого года с евро 4 и заканчивая там евро 6 уже по двадцатый год эта машина была на диагностике две недели назад у нас теплом стане и там после диагностики был приговор замена цепей грм шел очень сильный шум и там жалобы были что подтраивает двигатель по утрам на холодную плохо заводится даже в течение там суток то есть при эксплуатации вот даже шел сизы дым и вот буквально через две недели она оказалась здесь уже на эвакуаторе у нас цене и форсунки работает 1 2 цилиндр 3 4 не работает на очиститель не реагирует при диагностике если он не реагирует значит либо сбито газораспределение либо отсутствует компрессия в камере сгорания после чего вскрыли клапанную крышку проверили все газораспределение проверили метки по цепям все кулачки распредвалы потому что бывало проворачивала на шестерню у нас распредвал вот все перепроверили все отлично и стали уже мерить компрессию допустим у нас там первый показал там 23 2 22 и самое интересное в третьем было 5 и 5 и в четвертом была точно такая же компрессия 5 и 5 и вот это было самое интересное почему как так ну не бывает такого во первых два разных цилиндра то есть по ходу движения у нас во вторых то есть одна и та же компрессия один в один взяли другой компрессометр еще раз перемерили и получилось точно так же взяли эндоскоп опустили камеру вниз и увидели что поршня лопаться стали ну то есть они не лопнули но они стали лопаться поэтому мотор сразу сняли так как ну уже все с поршнями смотрите помимо того что здесь можно сказать большое количество проблем с навесным проблем много то есть ремень ролики шкив коленвала помпа то есть видно что здесь никто ничего не делал вообще никогда то есть все это на выброс и вот он смотрите у нас поршня вот он четвертый цилиндр в трещина здесь здесь вот на первом она только-только пошла вот кстати смотрим первый сухой второй сухой третий у нас мокрый и еще третий мокрый теперь проворачиваем и вот вышли еще два поршня опять же сухой и этот мытый и вот у нас полопался здесь и здесь хотя при этом то есть у нас есть хон все прекрасно по плоскости блока все отлично и вот обращаем внимание вот сюда на поршню вот здесь у нас как будто бы съедено и это у нас третий и также четвертый вот он видите кусочка тоже нет так произошло следующее произошло так что прокладка прогорела между четвертым и третьим цилиндром ну как я предполагаю и он просто перекачивал из цилиндра в цилиндр то есть компрессия которая появлялась четвертом она уходила в третий а с третьего уходила в четвертый то есть между ними вот такая штука вот так она сгорела то есть прям куска не хватает вот здесь на блоке мне пришлось очищать сажу довольно долго это тоже чисел делал нужно было это для того чтобы понять блок нужно шлифовать плоскость или нет годен ли он ремонту или нет головка лопнула на втором и третьем полностью впуск выпуск и первый цилиндр случай такой вот просто впервые если кто-то вдруг столкнется когда-нибудь не знаю бензиновый или в немецкой японской машине ну вот по факту произошла такая штука получается произошло это вследствие того что прокладка была не прижатая вполне возможно что головка блока цилиндров газила в систему охлаждения но может быть клиент не увидел вовремя что антифриз уходит потому что большую часть люди обращают на расширительный бачок ну как только в системе идет нарушение какое-то там утечка или какие-то газы как правило в бачке будет стоять одно и то же а самой системе охлаждения будет не хватать нужно головка нужны поршня нужны кольца в идеале нужно гильзовать под оригинал потому что новые поршня уже есть выработка и новые спорта можно поставить будут работать но это будет неправильно поэтому гильзовка 0.25 поршня тоже можно расточить но нет это не то все как правило двигатель который считается один из надежных и соответственно на него спрос небольшой вот так как спрос небольшой значит цена его будет тоже неплохая и вот мы просто зашли посмотрели что на авито есть из моторов у нас они были но сейчас их нет наличия из моторов и вот столбик двигатель начинается от 130 и заканчивая там 180 это столбик если же хотим взять сборе полностью со всеми делами в идеале он начинается там от 200 и до 250 ну в любом случае как бы мы не крутились какой бы мы мотор не взяли то есть все равно будет дешевле потому что в этот в этот мотор мотор помимо то есть головки и поршней нужно еще много много всего гидрокомпенсаторы комплект грм то есть сальник шкив коленвала ролики ремень помпа это все тоже стоит больших денег я был готов к тому что мы его не будем делать ну жаль жаль что не будем так бы у вас была бы более какая-то информация мы бы его разобрались загилизовали не ну можно где-то где-то там сделать дешевле я не знаю можно найти головку какую-то там опрессовать шлифануть сделать какой-то ремонт клиент сразу был готов то есть он сразу дал нам понять что если вдруг что-то серьезное то мы мотор просто выкидываем и ставим другой ну а так все вы увидели все слышали всем пока а